Минута в минуту. Радио Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Всем привет ещё раз. Здравствуйте. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи Константин Рангс. Морской геолог, учёный, журналист, пишущий о науке. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе утро. 67212-93-9. Это телефон прямой связи с нашей студией. Можно также писать в WhatsApp. 2306191. 2306191. Ну, а мы поговорим, ну, наверное, традиционно о погоде. Мы видим, что сегодня даже сообщали самый тёплый день. Даже не просто этого года, а с конца сентября. То есть там практически за последние полгода лучшая погода, вот скажу стихами. Даже больше, чем полгода. Но, в принципе, можно сказать так, что да, сегодня будет тепло. Вроде бы в субботу-воскресенье температура снизится. Даже пройдут дожди. Давление будет плавно снижаться, но к среде это снижение усилится. Поэтому не случайно в ряде прогнозов указывается, что среда, четверг на следующей неделе для метеочувствительных людей будет довольно-таки неприятно. Потому что падение давления будет весьма значительное. При этом погода будет довольно-таки приличной. Переменная облачность. Временами, вот опять в среду, четверг, возможны дожди. Так что, собственно говоря, можно будет сказать так. Всё-таки, всё-таки известное похолодание, оно будет снижение температуры. То есть уже можно сказать так. Жара ещё не наступает. Это факт. Но, собственно говоря, вот такой будет следующая неделя. В принципе, вполне нормальный. Мы все знаем, что вот такой странный, как бы ничего не происходит гладко и постепенно. Вот как в знаменитой работе «Шаг вперёд, два шага назад». Бывает, что температура поднимается, поднимается, но в какой-то момент вдруг наступает похолодание. Вот почему такой, как бы, неравномерный? Вроде бы, казалось бы, надо было бы ждать, что наступает весна. И вот постепенно-постепенно прибавляется в день там по одному, по два градуса тепла. Ну, метеорологи говорят уже, в общем-то, довольно давно, что на самом деле процесс изменения температуры, связанный с изменением освещенности нашей планеты в разное время года, он скачкообразный. То есть, собственно говоря, существует как бы две основных схемы. Летняя погода и зимняя погода. И вот как раз в наших широтах май, конец апреля, начало мая, это период перестройки всей циркуляционной системы. И в этот момент погода крайне неустойчива. Вот существует такое понятие черемуховые холода. Типа, когда цветет черемуха, ну и другие косточковые. Заметьте, что и сейчас и лыча уже начинает цвести, и, кроме, где вишня, сакура, которая тоже вишня. Все вот эти вот растения, они сейчас активно начали цвести, и, собственно говоря, вот как раз в этот момент отмечают, что холода. Однако специалисты, которые обработали большой массив данных, говорят о том, что, собственно говоря, вот этот период нестабильности, он охватывает конец апреля и даже до начала, иногда до начала июня. И в этот период как раз цветут вот эти косточковые. Поэтому, собственно говоря, так или иначе попадают они в это время. То есть холода черемуховые могут даже быть до начала цветения черемухи, могут быть позже начала цветения черемухи. Черемаха тут ни при чем. Она в это время попадает. Тут, конечно, очень интересно обратить внимание, на это обращают внимание натуралисты, фенологи, что вот эти растения, заметьте, они цветут раньше, чем распускаются во всю мощь листья. Есть такое. В этом есть, оказывается, очень интересный эволюционный вариант. Дело все в том, что когда листьев мало, а цветов много, они лучше переопыляются ветром. Вот это, конечно, для них, оказывается, большое эволюционное преимущество. И, собственно говоря, поэтому они уже многие-многие даже миллионы лет, десятки миллионов лет, они благополучно присутствуют на нашей планете. Так что, собственно говоря, сейчас мы наблюдаем за очень интересным процессом. Виновата ли черемуха все-таки в похолодании? Или это просто совпадение? Ну, конечно, совпадение. Просто можно сказать так, что черемуха и родственные виды, они используют этот период как раз для того, чтобы цвести. Вот этот период, наш, вот этот период времени очень характерен сильными ветрами. А чем когда есть сильные ветра, тогда лучше идет перекрестное опыление. Поэтому вот они тут и цветут, ветер есть, то есть тут даже важнее ветер, чем температура. Температура для них вполне нормальная. Буквально вот 4 мая на выходные, когда был еще бесплатный транспорт в Риге, огромнейшее количество людей приехало смотреть на цветение сакуры. Вот я сам тоже поддался вот этому искушению и был поражен. Но я думал, ну сколько там будет? Ну человек там, не знаю, ну там 10, 20, 30, 40. Там несколько сотен человек собралось вот под деревьями. И вот уже в духе японцев практически вот, да, фотографируются, очень активно фотографируются люди. Просто наблюдают, смотрят, кто-то раскладывает там плед и устраивает небольшой такой пикник, просто посидеть, посмотреть. То есть получается такая традиция японская приживается у нас вместе вот с сакурой. Так что долго ли это будет продолжаться? Вот сразу вопрос, вот это цветение розового. Сакура цветет недолго, она очень быстро, она очень быстро начинает опадать. Это вопрос менее недели, в принципе. И как раз вот очень интересно то, что вот эта скоротечность красоты цветущей сакуры, ее нежность, ее вот эта вот с одной стороны жизнеутверждаемость, а с другой стороны вот как вот оно все прошло мгновенно, оно уже давно Японию побудило японских поэтов к целому ряду произведений, целое направление есть, которые касаются вот именно осознания скоротечности жизни и ее вот этой вот ухранимости. И надо сказать, что вот можно посоветовать почитать, например, стихи о сакуре, выдающегося поэта Басео. Вот, замечательные вещи. Листья сакуры скоро увянут. Вот это рефрен о том, что как это прекрасно, но как это скоро проходит, это и сравнение с молодостью, с цветением еще к девушке, и с тем, что у каждого периода, у каждого человека в жизни вот этот есть период цветения. Но вот этот период пройдет очень быстро, и поэтому нельзя, что называется, пропускать этот момент. То есть идея... Я на Сахалине больше 35 лет тому назад. Там чудесный парк, посаженный еще самими японцами в 30-е или 20-е годы. Увидел там местные жители, тоже говорили, пойдем смотреть цветение сакуры, это восхитительно, там мостик такой, в общем, все такое в нужном стиле соответствующем. И мне очень пожилой кореец объяснял, что смысл-то заключается как раз не просто увидеть красоту, вот сфоткаться и, ну, вот оно, да, вот я ходил, а постараться почувствовать, вот как у тебя между пальцев утекает время твоей жизни. И после этого начать жить по-другому, понимать, что вот эти все прекрасные моменты, они скоротечны, и ты должен об этом думать, и должен стараться вот эти прекрасные моменты, как бы уплотнить время, сделать что-то лучшее в этот момент. То есть это цветение сакуры для японской культуры, в принципе, и в корейской тоже, это что-то нечто такое большее, чем просто наблюдение за красивым пейзажем. Это философия и такая удачная попытка понять скоротечность нашей жизни. Вместе с тем она довольно оптимистична, ведь наступит новая весна, и сакура зацветет вновь. А вот говоря про сакуру, подарок Японии, кстати, там есть более уже такие в возрасте деревья, и есть молодые деревья, то есть там, я понимаю, в два раза высаживали сакуру. Насколько наш климат подходит, и вообще вот подходит ли, меняется ли что-то у нас, что стало возможным вот эту сакуру наблюдать цветение весной? Ну, надо сказать, что я могу по своим наблюдениям. Наш климат и климат, например, северной части Японии, климат того же юга Сахалина, они очень похожи, и я могу сказать, что там тоже мне довелось увлечься огородничеством на Сахалине, и могу сказать, что те семена, которые я привозил для наших, так скажем, овощных культур из Латвии, они там прекрасно показывали вскожесть и давали хороший урожай. А вот, например, мои коллеги, которые использовали семенной фонд, так скажем, из южных областей тогдашнего Советского Союза, вот, это и украинский пробовали, и северокавказский, и даже вот то, что сорта, которые центральной части России, они как-то по-другому, прям, скажем, не так хорошо, как наши. Так что я думаю, что для сакуры здесь у нас сейчас очень хороший климат, тем более он все-таки имеет тенденцию к потеплению, поэтому можно ожидать, что сакура будет цвести с годами раньше. То есть период-то более теплый, но будет наступать раньше, она тоже будет цвести раньше, будет раньше просыпаться. А такое совпадение климата, это связано с примерным совпадением широты или какими-то другими условиями? Ну, то есть почему, вот, например... Они же находятся гораздо южнее, чем мы. В принципе, вот, не случайно про Сахалин говорили, юг Сахалина говорили, широта крымская, долгота колымская. Представьте себе, да? То есть, с одной стороны климат похож на нас, но с другой стороны они гораздо южнее. А я уж про Японию не говорю. Хоккайдо, который называют японской Сибирью, это вообще широта Грузии. И тем не менее, там огромные завалы снега зимой, тем, кто служит там по государственной службе, дополнительные выплаты. А если уж брать такие острова, как Ханьсю, даже северную часть Ханьсю, там, где тоже прекрасно цветется Акура, это, считайте, вообще турецкое. Любой человек, посмотрите на карту, какие широты. Дело вот в чем. В Тихом океане противо такое течение есть, холодное, его японцы называют Оэсима, русское название Северокурильское течение. Это очень мощное течение, которое идет вдоль всему побережья Камчатки, Курильских островов. Оно идет дальше к Хоккайдо, Ханьсю, и потом разворачивается резко, под углом даже больше, чем 100 градусов, и уходит на восток. Оно в этом моменте как бы сталкивается с идущими с юга Курасио, теплым течением. И в результате получается, что главный японский остров Каньсю как бы режется на две части. Одна часть северная, она все время охлаждается вот этим течением, а другая часть южная как бы подогревается. Ну, это, конечно, очень интересно для японской природы, но для климата это как раз говорит о том, что если бы не наш Гольфстрим, который нас здесь греет, а нас греет, всю Европу греет Гольфстрим, то в этом случае у нас бы климат был бы гораздо более холодный. Но, например, для Риги это было бы условие, например, как в Магадане. Примерно так. И не только для Риги, разумеется. То есть, а Гольфстрим не может ли, ну, все время периодически в таких научно-фантастических произведениях звучат такие угрозы, вот климатически вдруг Гольфстрим изменил течение и наступают действительно какие-то страшные климатические потрясения. Ну, вот об этом-то идет речь. Изучение, например, ракушек, которые в Шахнанге, древних ракушек, которые погребены в отложениях донных, глубоких озер, показывает, что, собственно говоря, оледенение там началось в свое время очень быстро. Год-два. И все. И как раз вот этот разговор идет о том, что перенос тепла Гольфстрима может замедлиться, а вообще прекратиться. И это как раз будет приводить к похолоданию, началу нового леднения для Северной Европы. Не для всей планеты. На всей планете может идти потепление. А вот у нас будет очень плохо. Потому что как плохо? Мы просто-напросто придем к широтной норме. Мы сейчас вне этой нормы. Мы живем потому, можно сказать так, мы живем потому, что работает огромная батарея центрального отопления. Она выключится. Будет как на улице погода, температура. Вот и все. И это как раз одна из величайших загадок, потому что, собственно говоря, есть масса теорий, разные наблюдения. Но достоверной информации, четкого решения пока что нет. Но вариант такой присутствует. Поэтому это дает почву для всевозможных и фантазий фантастов, и не фантастов. Вот помните, по-моему, это Эмерик этот снимал. Знаменитый. Другое дело, что, конечно, из-за того, что океан обладает огромной тепловой инерцией, сразу это море-то не замерзнет. Негровенно. Но факт тот, что будет холодать, и очень сильно холодать, особенно зимой, да и лето будет гораздо прохладнее. Это факт. Поэтому как раз Дальний Восток, он находится в определенной противофазе. Чем слабее будет Гольфстрим, тем слабее будет и вытекающий через Берингов пролив начало вот этого самого течения, вот этого Северокурильского или Левая Сима. И как показывает вот эта вот палеоклиматология, ведь, например, 500 лет тому назад, когда в Европе был, как говорили, малый ледниковый период, то как раз с той стороны материка было гораздо теплее. То есть вот эти вот такой баланс имеется. Кстати, надо сказать, вот сейчас появились данные о том, какое было, какое у нас по планете было прель. И вот что любопытно, если в наших краях, Восточная Европа, Европа, да, даже Центральная Европа, они были ниже среднегодовых значений, то есть апрель для нас был прохладнее, так мягко говоря, да? То, например, восточнее, южнее, в других местах он был гораздо жарче. Или, например, в той же самой Индии, там же уже во второй половине апреля температура неудержимо пошла вверх. И до сих пор там очень высокая температура, такого не было 122 года. По многим зонам наблюдений, 122 года наблюдают, и такого кошмара не было. Возьмем соединенный североамериканский континент. Вся Канада и северные американские штаты, ну, это такие, как Монтана, штат Вашингтон, они очень сильно ниже нормы. Температура в апреле. А в это время буквально сразу южнее, вот, в частности, тот же Нью-Мексико. Там гораздо выше нормы температур. Вот это вот потрясающее по своей узкости переход от жары к холоду, да, оно привело к тому, что, например, последние все эти дни над Соединенными Штатами крутятся ураганы. Зайти в Ютуб, посмотреть, можно увидеть вот про торнадо в Соединенных Штатах очень много и довольно-таки страшные кадры, что происходит. Именно потому, что большой перепад температуры. В том же самом Нью-Мексико идут пожары. Там вот последние два дня там говорили, что, не дай бог, прорвется в направлении Лас-Вегаса. Ну, не в самом Лас-Вегас, а в направлении Лас-Вегаса. Довольно-таки сильные пожары. Пожары идут и в других местах. В Красноярском крае они идут, потому что там тоже температура выше нормы. Все высыхает. Вот это важный момент, когда, сразу хочу сказать, у нас в Латвии тоже есть чему гореть. Половина нашей страны покрыта лесами. Изрядная часть наших лесов это хвойные леса. А хвойные леса наша сосна при температуре выше 30 градусов уж очень хорошо сочится смолой и выделяет вот эти самые не только фитонциды, но и выделяет эфирные масла. А они очень горючие, да. Да, и если будет пожар, если будет пожар и ветер, то тогда этот пожар очень быстро будет перекидываться с кроны на крону. Поэтому мы должны понимать, что, например, обещание жаркого и сухого лета это одновременно обещание очень высокой пожарной опасности. А у нас это может быть. Кстати, опять же, обещание, вот как сейчас говорили о прогнозах синоптиков на лето. Очень экстремально жаркое лето в Европе, в Центральной и Южной. Я напомню, что всего лишь два года назад, когда была довольно-таки жаркая погода в Германии, там схватились за голову фермеры, потому что не было воды для того, чтобы поливать посевы. Потребовались большие деньги для поддержки фермеров, чтобы они могли что-то вырасти. То есть, если сейчас у нас ожидается вот такая плохая погода для сельского хозяйства этим летом, то можно ожидать повышения, резкого повышения цен, потому что будет, как говорится, большая проблема с сельским хозяйством, с культурами. С водой, да. То есть, это опять-таки расходы, я понимаю, для того, чтобы эту воду где-то куда-то накачать, нужны электронасосы, для того, чтобы ее привезти, нужно горючее, если куда-то доставить. И все... Там страшная вещь еще одна. Обычно, когда такая погода, жаркая, сухая, она безветренная, ветрогенераторы не будут работать. Или будут работать с очень низким коэффициентом полезного действия. Вот в чем беда-то еще. Кстати, вот надо посмотреть, смотрите как. В апреле месяце восточная часть Сахары, она была горячее, чем положено. А, например, западная часть Сахары была прохладнее, чем ей положено. И, так скажем, в юго-западной части Сахары проходили достаточно интенсивные ливни. Вообще, сейчас что-то любопытное, но, в принципе, это ожидаемо. Например, в Сирии снесло паводком мост железобетонный, нечто подобное в Ираке. В Афганистане сейчас наводнение. Уже на данный момент за минувшие сутки 20 погибших зафиксировано. Хотя это только так, вот, примерные подсчеты, кого, кого точно поймали. Вот. Представьте себе, вот у нас, а что, Афганистан ассоциируется с потопами? Да как-то нет. Вот. А тем не менее, оно есть. Я хочу сказать, что, кстати, из Кабула можно на лодке приплыть в Ригу. Кто об этом думает? Каким образом? А там речка есть, Кабул, которая идет, идет, она впадает в реку Инд. В реке Инд спускаетесь в Аравийское море, а потом все, пошли через Суэцкрасное море, Суэцкий канал и так далее. Так что, собственно говоря, мы все повязаны. И отсюда из Риги, наверное, можно по войне в Кабул добраться. Только мало ли кто захочет это делать, такое путешествие. Но это, в принципе, возможно. Так я к чему? Не стоит забывать, что, допустим, в 2010 году лето было страшно жаркое. В 2010 году страшно жаркое было лето. А потом это лето неожиданно как бы перешло в потопы в Афганистане и Пакистане. Тогда погибли, насколько я знаю, тысячи человек. Страшные были потопы. То есть, в принципе, я же говорю, как уже многократно мы обсуждали этот вопрос, что земля замкнутая система. Если где-то что-то испарилось, значит, обязательно в каком-то месте это прольется. И чем сильнее вот этот перепад, тем гораздо хуже будет. Ветра будут сильнее, шквалы будут сильнее. Поэтому, собственно говоря, я бы с таким осторожным оптимизмом относился к прогнозам о том, что у нас ждет такое жаркое, чудесное, солнечное лето. А представьте себе, что наши дома ведь тоже не шибко приспособлены к жаре. А если, допустим, да, мы будем использовать жару для того, чтобы сохранять продукты питания, наши холодильники должны будут молотить беспрерывно. Это не только те, которые дома стоят и в магазинах, и на базах, но сразу возникнет проблема с электричеством. Так что это уже и раньше было, и в Европе такая проблема была. И об этом сейчас как раз и думают специалисты. Поэтому прогноз о том, что нас ждет солнечное, сухое и жаркое лето, это прогноз. Лучше бы оно было бы средней температуры, достаточно пасмурной и с периодическими дождями, скажем так. Это было бы для нас в итоге дешевле. Потому что я вспоминаю действительно, насколько вот это наступление тропических ночей, когда даже ночью температура не опускалась, было невероятно тяжелым испытанием для наших организмов, потому что в принципе мы не привыкли к такой погоде, когда и ночью температура не опускается ниже там 17-18, даже 20, по-моему, градусов. Да, ну опять-таки мы все-таки привыкли, так скажем, эволюционно к другой ситуации. Поэтому в принципе для нас плохо и как и холодно, так и чрезмерная жара. А вообще после определенного уровня, где-то 30 с лишним градусов, то и ночью, то и, собственно говоря, и для жителей пустыни, это для тех же самых арабов или индусов, это тоже очень-очень плохо. Все-таки человек имеет только очень узкий вот этот диапазон температурный, в котором он нормально может существовать. И поэтому об этом как раз и идет разговор. та же самая Индия для того, чтобы спасать людей и охлаждаться, да, ей нужно огромное количество энергии. Электроэнергии, огромное количество топлива. Понимаете, и вот тут нужно понять, что вы можете сколько угодно говорить о том, что нужно сокращать использование в том числе ископаемого топлива, ну, для того, чтобы не было глобального потепления в будущем. Но если вам нужна электрическая энергия сегодня, чтобы не задохнуться этой ночью, вот этой, да, то в этом случае вы спокойно проголосуете, черт с ним, что будем запускать дизель-генератор или там кидать уголь в печку. Главное получить электроэнергию, чтобы дать электроэнергию кондиционеру и холодильнику, чтобы хоть немножко остыть. Потому что тут есть вопрос именно сегодняшнего дня, сегодняшней ночи, так скажем, да, есть вопрос более отдаленный. Естественные люди всегда решают то, что происходит именно сейчас. И винить их в этом невозможно. Ну, потому что не остынет он, так утро уже не нужно будет ему ни о чем беспокоиться, согласитесь. Ну, хотя сейчас пытаются пересмотреть нормы и в частности вот мы в программах, которые касаются коммунальных служб, периодически говорим о том, что идут разговоры о том, чтобы минимальную температуру в квартирах у нас в Латвии она достаточно высокая, сократить до 18, плюс 18 градусов, это в зимний период, а в летний период опять-таки не включать кондиционеры. то есть в гостиницах, например, кондиционеры не смогут охлаждать температуру ниже определенного тоже. Гостиницы будут штрафовать просто за то, что они будут создавать слишком комфортные условия, то есть они тратят слишком много электроэнергии на свои кондиционеры. Ну, все понятно, но в конечном счете ведь это же решение политическое, будем говорить откровенно. Это же решение политическое, если это решение политическое, то надо понимать, что через какое-то время придут выборы и весь вопрос, насколько население будет готово соглашаться с данной политикой. Тут очень важный момент, насколько реально это решает, будут решать широкие массы избирателей. И тут в данном случае уже большое значение не имеют именно те страны, которые их можно назвать грандами Европейского Союза. Это и Франция, Германия в первую очередь, Испания, Италия. Насколько тяжелая ситуация будет там? Или не будет там такая? Либо они найдут какие-то варианты. Вот французы, они очень надеются на свою атомную энергетику. оказывается, что она сейчас как нельзя подходит. Но у атомной энергетики есть одна тоже проблема. Не везде, но есть. Это проблема охлаждения системы. Поэтому атомные станции стоят рядом с большими источниками воды. Либо озерами, либо где-то на берегу моря. И по этой реке крупной, по этой причине, если мало воды, допустим, засуха, то возникает проблема с работой, как ни странно, атомной станции. Так что ясное дело, что происходят изменения климатические, но есть они, как и сказать, такие, ну, долгоиграющие процессы. И по большому счету будут, конечно, и погодные вот эти эксцессы. И вот что будут люди принимать во внимание в первую очередь, можно на 99% сказать, что именно состояние сейчас, вот это будет вызывать возмущение. Либо, наоборот, люди поддержат. Тут, как говорится, очень важно, как еще поговорить с людьми, что им обещать, делать, может быть, помочь какими-то, извините, иногда даже советом можно каким-то полезным помочь. Ну, вот, например, сейчас я думаю о том, что надо продолжать утеплять окна. утеплять окна сейчас надо. Это тоже важная вещь, потому что лето-то пройдет у нас достаточно быстро. Можно сказать, что мы уже в преддверии осени. Сколько это осталось на осени-то? Четыре месяца неполных. И все пойдет благополучно. И даже если у нас на улице будет температура около нуля градусов, нам совершенно не захочется сидеть внутри дома при температуре, например, плюс 12. Хотя можно перетерпеть. Но весь вопрос тогда получится, что тепло в доме станет свидетельством социального статуса. А это конечно вещь весьма интересная. Такое уже было в истории, нечему удивляться. Просто мы возвращаемся в более ранние времена. Что же, спасибо большое, Константин Рангс. Да, я прошу прощения, я хотел бы просто напомнить, что увеличилось количество, началось активное цветение. Сейчас очень активно в воздух выбрасывается пыльца, березы в частности, альхи. И нужно помнить всем людям, у которых есть склонность к аллергиям, к пыленозам, быть сейчас более аккуратными, более внимательными. И если, например, у людей бывает как раз в этот момент обострения, появляется непонятно откуда взявшийся кашель или насморк, то нужно как раз об этом тоже задуматься. В общем-то специалисты по погодной медицине, если их так назвать, как раз обращают внимание, что в наших краях началось очень активное выбрасывание пыльцы. В частности, на данный момент в первую очередь пыльцы березы. Ну вот мы как раз и с чего начали. Мы говорили о том, что сильный ветер, как раз вот это черемуховое похолодание, очевидно, эту пыльцу разносит не только по деревьям с целью опыления, но и мы вдыхаем эту пыльцу и соответственно у людей наступает. Поэтому нужно быть очень внимательным. Сейчас в интернете можно найти очень хорошие справочники, которые будут сообщать о количестве пыльца и просто отмечается, что все больше и больше людей страдают аллергией. Для маленьких детей это очень актуально, для пожилых людей актуально. И поэтому тоже обращайте на это внимание. Кстати, мы уже привыкли носить маски. Знаете, маска, которую мы носили от вируса, уж точно помогает для того, чтобы сократить количество вдыхаемой пыльцей. Так что, если что, то и масочку можно тоже старую заветную достать. Ну, теперь, наверное, спасибо. Спасибо огромное, Константин Рангс, программа Климат-контроль. До следующей пятницы. Всего доброго. До свидания. До свидания.